так одну запись включил сейчас выключаю и включаю вторую так все обе записи идут теперь про грушу мне что нужно сделать мне нужно попасть в папку груш а тогда задавайте подождите только папку вручную быстро 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 все делаем на ходу набегу так фото груши нет ни там старею 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 так выключили вторая попытка попытка не знаю как вообще хватает терпения а вы мне сейчас пришлете я вам сейчас раскручу 1000 на 5 вот вы думаете это так просто да чё 5000 нет может можете 10 у меня рекорды есть вы знаете самое обидное когда два человека один из германии но правда русский и второй из слова слова словаки два самых крупных заказов в моей жизни вошли за границу вы думаете я такой уж это как сказать не патриот только нашим то они почему-то даром не нужны да проблема у нас одна 40 обработок по импорт этот самый а у нас еще это звериная технология звериная настоящая какая ненависть к этим деревьям как они неправильно это просто ужас какой-то каждое дерево неправильно все до единого я сейчас только сейчас этим занимался но на вебинаре покажу еще фотографии от которых ужас придут а сейчас вот груша нашел смотрите вот этого дама на фотографии потом увидите она живет по этом самым в общем рядом с балтийским морем мы рядом короче так и вот она к яблони это тоже одна из тем которые надо говорить она к яблони привила мою грушу знаете как лисную красавицу у нее получилось полтора десятка огромный груш по 500 грамм вот просто пример скелетная прививка а ее никогда бы этого не было если бы она у меня черенки не выписала понимаете всему я хваню вот теперь так по грушам наверное я бы мог рассказывать ну мне для этого надо часов сто причем могу говорить без прерыва давайте задавайте вопросы нет яблони это я так похвастался что человек выкрутился не имея подвоев он есть огромные 500 граммов и вкуснейшие груши привив на яблони показал это живой человек вот теперь так сейчас я вам покажу начинаем с дикой уссурийской груши дикой уссурийская груша основа основ я когда сюда приехал я начал шариться по садам я же тут же моментально купил дачу вот я не думал что буду профи вот я же фермер у меня справка нет нет я горжусь тем что не учился я себя учился у меня не было бы сада я по я несколько деревьев не стежил своими руками потом сколько хватит так вот смотрите вот это вот вот это вот дикой уссурийская груша семена взошли недружно так но это ладно это потом увидите но зашли допустим здесь схожесть процентов 60 достаточно у меня за дикий груш дать сколько вот по 10 по 20 ветер дают поэтому у меня проблем нет но я еще другую фотографию и так вот это у меня дикая вот это вот это вот ведь дети собирают вот она ой дети и ребенка не видно ну короче помощница моя племянница вот уже моем саду так вот а начиналось дикого сада и даже показать бумок и даже показать бумок вот дикая уссурийская груша в семенах то есть вот она видите это не культурная культуру тоже продаю но это на любителя я предупреждаю это опасный путь а вот когда первый год дикой а на второй год вы на нее приведите мои же груши которые приучены у вас будут самые сладкие груши на планете почему а магазин зайдите и купите там десяток всегда есть наименований там все есть там есть северная конференция есть вообще есть только есть если я бы не стал значит 40 обработок ядохимикатами а вот мои семена вот они пожалуйста это с дикой причем у меня не бывает обмана халтуры вот знаете вот она крупный план сейчас вот она вот она так выглядит если невозможно абсолютно вяжет так что я проглотить невозможно не то что это кушать просто проглотить вот так что семена в нее бесценны ну а потом второй этап растет себе никому не мешает вот ой сколько у меня фотографий не за это чего хвататься я пытаюсь как-то ответить на ваш вопрос вот но урожая получается гигантские так алло так как кажется разговор прекратился сейчас подождем почему прекратился я не знаю сейчас подождем вот телефон может быть и мне деньги кончились принципе я могу ему сам перезвонить вот его телефон попробуем поговорить теперь с моего телефона ага вот звонит так продолжим да вы знаете я уже успел забыть как вас зовут я беспамятный алло да как вас зовут еще расскажите уже память отказала а иван иван хорошее имя мне нравится так значит иван я показал на это самый на экране грушу натуральном виде как она выглядит так я показываю что бывает если на нее привить супер грушу нарядной филова и получаем 40 вёдер проверено вот это крайний случай так значит у меня примерно 20 сортов груш абсолютно сладких абсолютно что меня удивляет что не портится вкус не на одну десятую балла ну а дальше спрашивайте задавайте вопросы ну все я вас понял то есть мне сейчас опять же да я так понимаю надо заказать я приобрету сейчас семена дикой уссурийская вот этой груши тоже сделаю ее рассажу то же самое что с отливой дай бог там все стоп зайдет дай бог там год она вырастет потом я просто на нее прибью уже культурный который вот я смотрю по крайней мере еще раз визуально мне вот понравилось космос космическая космическая да здесь такая космическая да вот он например красивая правильно я не знаю как она на вкус лесная красавица у вас там написано я это не видел фотографии делал знаю что лесная красавица это вкусная груша прям вот обалденная точнее вот я ее с удовольствием конференция я не знаю как она у нас растет не растет ну вкус конференции тоже довольно не конференцию мне нету я привел пример что она считается абсолютным лидером мировым мои вкуснее мои вкуснее но их там собирают то как вначале их собирают зипов зелеными представляете вести через тысячи километров через три границы а потом это ботоксом накачивает чтобы они не портились и все зиму продают ну вот поэтому я тоже я это все прекрасно понимаю хочется правильной нормальной пищи особенно фруктов семья ну и дай бог внуки живут их хочется чтобы свой народ сохранить здоровый полноценный не геномодифицированной пищей вот сейчас значит я беру эти семена рассаживаю да примерно тоже самое а уже прививка это уже я так поэт на следующую осень до прививаем а или мы прививаем весной и только весной я сейчас покажу не сейчас у меня уже моргает зарядка я вам покажу несколько отечественных сортов смотрите это чудо мраморная отечественные подчеркиваю надо будет брать черенки это лада тоже наш сорт это самое дальше это я показываю нарядные фимова отечественные наши лучшие вот мы хоть тут-то уже обошли конечно отставали мы пока это латинком водных железов не появились мы отставали по абрикосам вот у нас есть свои лидеры чуть ли не мировые вроде володи тоторова лучшие сливы в россии вот или допустим это память якорь опять отечественный сорт вот они на фотографии но это так обидно страшно кстати знакомьтесь вот это и есть лесная красавица до 400 грамм а я найду или нет у меня так тут у меня не перенес эти гигант подмосковье супер сорт из супер сортов все замолкаю дело то что сейчас остановится запись окончательно я понял все я короче говоря делаю как вы там рекомендовали телефон карта там привязана да и что у вас да 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 вы составьте список а я вышлю и номер карты и телефон и все я тут успел пока мы говорили еще несколько фотографий показал роскошных главное без всякой зверины это самая технологии ни одна веточка не отрезана охраняясь сумасшедшая как предельно не совершенно деревян по 20-30 лет они не стали дичать вообще ни на один грамм мне вот это убивает сколько можно голову морочить да вот кстати начнет обрезок еще я вот прям вот меня вот это зацепило когда я начал смотреть ваши ролики насчет обрезок я надеюсь в книгах хоть там наверно раскрыты это эти вопросы книгах да конечно как бы без это да вот я прям хочу почитать и изучить вот это вот насчет обрезок потому что здесь на самом деле все по-разному но вот от вас я первого услышал что вот не стоит вообще дерево калечить хотя везде все говорят надо формировать крону глупость высочайшая крона формируется сама проходит время начинает подношение крона раскрывается я уже вот жалко сейчас остановится сам у меня тут столько интересных советов как опылять вот это букет моя племянница держит букет другого дерева срезанный варварский способ зато опыление обеспечено вот эта тема ой да и все это в книгах есть так что давайте заканчиваем да все все благодарю еще раз всего доброго ну еще запросите меня уже я вы же у меня это да 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 там в отцепе есть я напишу нет это само собой вы меня или запросите или вы подписаны на мой этот канал тогда все эти увидите фильм уже воочию не вы сейчас просто так небо смотрите а там увидите экран хорошо все все хорошо ну все до свидания до свидания ой да 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 Продолжение следует...